Добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши лекции по истории России. На прошлой лекции мы с вами начали говорить о том, что происходило в России после того, как в феврале 1917 года произошла революция и монархия в России пала. Сегодня мы продолжим этот разговор. Мы остановились на событиях июня 1917 года, когда в Петрограде прошел первый съезд советов выбранных народных органов власти, который договорился, что необходимо сотрудничать с временным правительством. Временное правительство, та власть, которая оказалась во главе страны после свержения императора Николая II, в первую очередь представляла интересы буржуазии. И вот здесь вот у нас в России складывается такая двойственная система власти. С одной стороны у нас есть буржуазное временное правительство, с другой стороны достаточно социалистические, хотя еще и не большевистские советские органы. Июнь 1917 года был богат на различные события. В июне 1917 года русская армия должна была вести серьезное наступление на фронте. Продолжается Первая мировая война и Россия устами своих министров временного правительства, заявившая, что будет сражаться до последнего солдата, до последнего патрона, до полной победы, собирается провести наступление. Новый военный министр Александр Федорович Керенский на это наступление возлагает большие надежды. Он искренне считает, что это наступление поможет поднять патриотический дух в армии. И 18 июня наступление начинается. Сразу же хочу оговориться, что у нас все даты будут приводиться по старому стилю, по юлианскому календарю, который использовался в России вплоть до 1918 года. Так вот, 18 июня наступление начинается и оно неудачно. Солдаты отказываются идти в атаку под германские и австрийские пулеметы. И только на небольшом участке юго-восточного фронта, где 8-й ударной армией командует генерал Кормилов, есть определенный успех. На всех остальных участках фронта никакого наступления нет, хотя сам Керенский ездит по фронтам и уговаривает солдат выступать в атаку. Его даже прозвали тогда не главнокомандующим, а главноуговаривающим. Но так или иначе июньское наступление проваливается и немцы переходят в контратаку. 6 июля немецкие войска прорывают фронт на юго-восточном направлении и складывается очень тяжелая военная ситуация. Вот эти военные неуспехи наложились и на внутренние противоречия, которые кипели в революционном Петрограде. Правительство, составленное частично из министров, принадлежащих к одетской партии, а частично из тех, кто принадлежал к партиям революционной демократии, то есть к эсеровской и меньшевистской, переживает внутренний раздрай. Связан этот раздрай был с тем решением, которое приняло часть временного правительства в связи с переговорами с Центральной Радой Украины. Дело в том, что когда началась февральская революция, на окраинах Российской империи в большом количестве стали возникать националистические органы власти, местные какие-то выборные, а иногда и самопровозглашенные организации, которые объявляли себя верховной властью в этих регионах и брали курс на автономию в составе Российской империи, а некоторые и на прямое отделение от Российской империи. Вот в таких национальных органах власти сепаратизм был весьма и весьма силен. Одним из таких органов власти была Украинская Центральная Рада, с которой пришлось договариваться российскому временному правительству. 28 июня 1917 года в Киев прибывает делегация временного правительства в составе Александра Федоровича Керенского, а также министров Церетели и Терещенко, которые должны договориться с этой самой Центральной Радой об условиях сотрудничества и договариваются они, идя на уступки украинским националистам. Украинские националисты из Центральной Рады добиваются от представителей временного правительства, что временное правительство не будет возражать против автономии Украины и вот эта уступка вызывает июньский кризис временного правительства. Когда министры из числа партии кадетов узнали об этом вот решении, которое не было санкционировано ни министром-председателем временного правительства, князем Львовым, ни другими членами правительства, по сути Керенский это решение принял самовластно. Вот в этой ситуации естественно кадеты возмутились и в знак протеста 2 июля они выходят из временного правительства. Временное правительство, второе коалиционное правительство рассыпается и надо договариваться снова и вот в этих условиях часть наиболее радикально настроенных большевистских деятелей решает брать власть. Партия большевиков с того момента, когда Ленин вернулся из эмиграции, очень четко обозначила свою позицию. Еще в апрельских тезисах Ленин говорил никакой поддержки временному правительству, вся власть советом. Сейчас вот эти вот радикально настроенные члены партии большевиков при поддержке таких же радикально настроенных анархистов пытаются перехватить власть у временного правительства, используя их кризис. Надо сказать, что сам Ленин был против выступления какого-то решительного в июле 1917 года, считая, что условия для него еще не сложились. Но вот здесь вот Ленин и другие руководители большевистской партии были вынуждены пойти, так сказать, не впереди, а во след настроениям масс. Члены военной организации Центрального комитета партии большевиков Подвойский, Антонов-Овсеенко, при содействии с анархистами, солдатами 1-го пулеметного полка и матросами кронштадтского гарнизона, решают устроить в начале июля большую массовую демонстрацию, которую члены временного правительства рассматривают как попытку государственного переворота. Большевики говорят о том, что это будет мирная, но вооруженная демонстрация. Для временного правительства это однозначно попытка захватить власть, тем более, что настроение среди солдатской и рабочей массы в Петрограде очень и очень решительное. В результате 4 июля 1917 года в Петрограде действительно массовая демонстрация, в которой принимают участие до 500 тысяч человек. Однако временное правительство подготовилось, были вызваны верные правительству части, в первую очередь казачьи. Члены офицерских организаций расположили на крышах домов пулеметы и открыли огонь по вот этой вот демонстрации, двигавшейся по улицам Петрограда. В результате вооруженное выступление было разогнано силой и немалое количество участников вот этой демонстрации было убито. Владимир Ильич Ленин в это время выступает с балкона особняка, который ранее принадлежал известной царской фаворитке, балерине Матильде Кшесинской. И вот с этого балкона он обращается к революционным солдатам и матросам, однако призывов к непосредственному свержению временного правительства в этот момент еще нет. И временное правительство удерживается. К вечеру 4 июля демонстрации расходятся, несмотря на то, что погибло немалое количество людей. Что будет дальше пока не очень понятно, но 5 июля временное правительство переходит в контрнаступление. И против Ленина и против большевиков выдвигается обвинение в том, что они германские шпионы. Надо сказать, что отношение к большевикам в обществе было достаточно сложным. Их действительно многие считали агентами германского кайзера, поскольку Ленин последовательно с 2014 года говорил о том, что надо желать поражения российскому правительству в империалистической первой мировой войне. Теперь временное правительство через своего министра юстиции Переверзнева организует вокруг Ленина шпионский скандал. 5 июля в правой газете «Живое слово» публикуется статья, в которой утверждается, что Ленин и его ближайшие сторонники по партии германские шпионы, действующие на германские деньги. И Ленина специально забросили в Россию с тем, чтобы он помог Германии одержать победу в Первой мировой войне. Газетка, прямо скажем, была желтоватая, но ее тираж был напечатан огромным количеством экземпляров, расклеен по всему Петрограду и вот эти вот зерна упали на благодатную почву. Временное правительство сразу же отреагировало, партия большевиков была запрещена, было выдано распоряжение на арест Ленина и его ближайших старатников. Самому Ленину пришлось переходить на нелегальное положение и покинуть Петроград. Существовала опасность, что при аресте Ленин мог быть убит, поэтому его переправляют сначала на станцию «Разлив» неподалеку от Петрограда на территории Финляндии, а затем и дальше в Финляндию, в Выборг и в Хельсинке, точнее в Гельсингфоркс. Так или иначе, вот этот шпионский скандал до сих пор вызывает огромные дискуссии в историческом пространстве. До сих пор у нас те, кто придерживаются антибольшевистских, антикоммунистических взглядов, любят вспоминать о том, что Ленин был германским шпионом. В качестве аргументов для вот этой вот своей позиции выдвигаются мысли о том, что, во-первых, Ленин получал деньги от немецкого генерального штаба напрямую для ведения подрывной деятельности в России. Однако никакими документами эти версии не подтверждены. Более того, многие якобы документальные свидетельства того, что Ленин брал деньги у немцев через Парвуса или как-то еще по-другому, сегодня, как выяснили историки, являются абсолютными фальшивками, фейковыми документами, которые были сфальсифицированы специально для того, чтобы очернить Ленина и большевиков. Ленину предпоминают то, что он проехал через Германию в пломбированном вагоне, что немцы специально пропустили Владимира Ильича в Россию с целью того, чтобы он здесь все подорвал и заставил Россию выйти из войны. Однако история с пломбированным вагоном, история достаточно сложная, в том смысле, что обычно не упоминается, что таких вагонов было несколько, что через территорию Германии в Россию вернулись не только представители большевистской партии, но и меньшевики, скажем, Юлий Осипович Мартов, но и некоторые представители эсеровской партии. И никакой вот специальной операции по забрасыванию шпионов к нам в Россию германский штаб не проводил. Да, действительно, немцам было выгодно, чтобы Ленин, известный своей антивоенной пропагандой, оказался в революционной России. И вот здесь интересы большевиков, стремящихся из Швейцарии добраться на революционную родину и немецких представителей генерального штаба, они совпали. Но совпадение интересов не означает то, что эти страны являются союзниками, стороны являются союзниками, и уж совершенно точно это не является доказательством того, что Ленин работал по заданию генерального штаба. Но тогда, в июле 17-го года, в этом были уверены все, даже известный наш художник Билибин рисовал карикатуры, изображающий большевика как настоящего германского шпиона. Уверенность эта в первую очередь была в правых кругах, и эту уверенность Временное правительство использовало для того, чтобы укрепить свою власть. Из июльского кризиса Временное правительство выбирается значительно обновленным. В отставку уходит первый министр-председатель, князь Львов, и на его место становится Александр Федорович Керенский. Об Александре Федоровиче Керенском надо сказать несколько подробнее. Александр Федорович Керенский очень любопытная фигура, которая тоже вызывает сегодня в исторической науке немалое количество споров. Человек, который взлетел на вершину как раз вот на волне этих революционных событий. Родом Александр Федорович Керенский был из города Симбирска. Более того, с Лениным, который тоже был уроженцем Симбирска, Керенский учился в одном учебном заведении. Правда, он был на несколько лет младше, поэтому учился позже. Отец Керенского был знаком с отцом Ленина и был директором той самой гимназии, которую закончили и Владимир Ильич Ульянов, будущий Ленин, и Александр Федорович Керенский. Керенский оказался юристом, придерживался левых социалистических взглядов. В составе 4-й государственной думы сначала находился в составе трудовой группы, принадлежал к трудовикам, а непосредственно перед революцией 17-го года примкнул к эсеровской партии. Был одним из ярких деятелей первого состава Петроградского совета, занимал там даже должность заместителя, председателя этого Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов. И от Петроградского совета был командирован в первый состав Временного правительства. В первом составе Временного правительства он занимал должность министра юстиции, но недолго, после апрельского кризиса Временного правительства, когда в отставку были вынуждены уйти министр иностранных дел Милюков и военный министр Гучков, Керенский становится военным министром, а в июле 1917 года, после отставки князя Львова, Керенский становится не только военным министром, но еще и министром-председателем. Вот в этот момент у нас состав Временного правительства существенно изменился. Количество представителей социалистических партий, меньшевистской, эсеровской, во Временном правительстве увеличилось, однако и представители кадетской партии тоже вернулись в это самое правительство. Страна стоит в очень таком неустойчивом положении. Керенскому, который возглавил Россию, необходимо укрепить свою власть. Надо сказать, что к этому времени наше общественное мнение, в первую очередь в среде буржуазии, интеллигенции, офицерства значительно поправило, а революция их уже достала. Революция, сопровождавшаяся крушением государственности, приводила к росту анархии, к потере управляемости, к хаосу и людей, привыкших к порядку, это, конечно, страшно раздражало. Поэтому многие наши представители буржуазии и интеллигенции мечтают о сильной руке. И такую сильную руку ищут среди наиболее популярных генералов того времени. Одним из наиболее популярных генералов того времени является Лавр Георгиевич Корнилов. Об этом человеке тоже стоит сказать поподробнее, потому что Лавр Георгиевич Корнилов это во многом символ вот тех большевистских сил, которые будут активно участвовать в гражданской войне. Это будет один из тех, кто эту гражданскую войну, собственно, развяжет и одна из первых таких значительных жертв этой самой гражданской войны. Лавр Георгиевич Корнилов, человек, который происходил из казацкой семьи, из небогатой, сделал карьеру на военном поприще, участвовал в русско-японской войне, служил в военной разведке. Во время Первой мировой войны попал в плен и оказался единственным российским генералом из тех, которые попали в плен, их там было немало, которому удалось из этого плена бежать. Несколько раз предпринимал попытки к бегству, в конце концов, одна из них ему удалась, удалась эта попытка и Корнилов возвращается на родину как герой и снова продолжает воевать. После февральской революции, точнее в ходе февральской революции, Корнилов от временного правительства получает назначение на должность начальника Петроградского военного округа. И в этой должности, должность, это напомню, он получил от временного правительства, а не от императора Николая II, в этой должности Корнилов арестовывает царскую семью. В царском селе был арестован сам император Николай II, его жена, его дети и осуществил этот арест Лавр Георгиевич Корнилов. После этого он получает предложение стать верховным главнокомандующим, но не принимает его, отправляется обратно на фронт, командует там на юго-восточном фронте сначала 8 армии, которая наиболее успешно действовала во время июньского наступления, а затем возглавляет собственно весь юго-восточный фронт. И вот на генерала Корнилова, как на наиболее прославленного, наиболее героического генерала того времени, с надеждой смотрит наша правая публика. Сам генерал Корнилов, конечно же, не был никаким монархистом, не был никаким отъявленным революционером, он был военным, для которого война это самое главное дело. Он не отличался особой изощренностью в политических интригах и вообще даже надо сказать, что его собственные коллеги оценивали интеллект Корнилова не очень высоко. Известна фраза, которую про Корнилова сказал генерал Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба при императоре Николае II и тоже один из лидеров белого движения. Это человек с сердцем льва, но головой барана. То есть отчаянно храбрый, но не очень искушенный и не очень, наверное, умный этот человек, отлично подходил на роль военного диктатора. И Корнилова на эту роль продвигают. С одной стороны, на эту роль его продвигает Керенский, которому нужна опора в армии. С другой стороны, его продвигают наши генералы и офицеры, которые устали от нарастающей в армии анархии и желают продолжать войну в Германии до победного конца. 19 июля 1917 года Лавра Георгиевича Корнилова, министр-председатель Керенский, назначает главнокомандующим русской армии. Снимая с этого поста либерально настроенного, излишне мягкого, как многие считали, генерала Алексея Алексеевича Брусилова, назначают Корнилова. И вокруг Корнилова складывается такая группировка, которая ставит себе целью установления правой военной диктатуры в России. Планы Корнилова становятся широко известны, когда в августе 1917 года в Москве происходит собранное по инициативе Керенского государственное совещание. Понятно, что разрабатывались эти планы заранее, понятно, что Корнилов с самого начала, как только взошел на пост верховного главнокомандующего, начал закручивать гаечки. В частности, одним из его требований было требование восстановить отмененное после февральской революции право смертной казни на фронте за военные преступления солдат. И эта смертная казнь была восстановлена. В августе 1917 года на вот этом государственном совещании Корнилов свою программу озвучивает прилюдно. Совещание это проходит 12-15 августа в Москве. На него по инициативе Керенского собираются представители самых разных общественных сил. Тут и почти 500 бывших депутатов Государственной Думы, тут и некоторые представители советских органов, правда большевиков среди них нет, эсеры и меньшевики не включили представителей нелегальной, уже на тот момент запрещенной Ленинской партии в состав своей делегации. Тут и представители от земств и от прочих профессиональных союзов, от организаций промышленников, от офицерства. В общем, очень представительное заседание, насчитывавшее около 2,5 тысяч участников. На этом заседании выступают многие и представители левых партий, которые надеялись, что при новом министре-председателе Временного правительства, при эсере, социалисте, Керенском, их позиции укрепятся. Они увидели, что на самом деле укрепились позиции правых. Сторонников жесткой военной диктатуры. На этом совещании выступают бывший министр Милюков с яростной речью. Выступает казачий атаман Каледин, возглавляющий область войска Донского, казачью территорию на юге России. Выступает и сам Корнилов. В своем выступлении Корнилов очень четко обозначает свою позицию. Ликвидация советов как гнезда анархии. Разгром и уничтожение партии большевиков как германских шпионов. Упразднение в армии любых общественных организаций. Имеется в виду солдатские комитеты, созданные после февральской революции. Восстановление смертной казни не только на фронте, но и в тылу. Более того, введение на всей территории России чрезвычайного военного положения и подчинение всех органов власти верховному главнокомандованию. На фабриках и заводах, на транспорте, на железных дорогах суровая военная дисциплина ради войны до победного конца. Буржуазная публика Корнилову буквально рукоплещет. Он герой дня. Его на руках выносят из вот этого самого здания, где проводилось государственное совещание. Он надежда всех тех, кто надеется остановить революцию. Но с другой стороны, Корнилов и Надежда Керенского. Керенский, желая установить собственную диктатуру, заключает, по сути дела, с Корниловым такой своеобразный комплот, союз. При Корнилове, при штабе его армии, а потом, когда он стал главнокомандующим при штабе верховного главнокомандования, большую роль играли два любопытных персонажа, членов эсеровской партии. Это бывший известный террорист Борис Савенков и еще один эсер по фамилии Филоненко, которые обеспечивают договор, связь, союз между Керенским и Корниловым. Предполагается, что Корнилов снимет с фронта наиболее верные и боеспособные части и двинет их на Петроград. В Петрограде Керенский, к моменту подхода корниловских войск, распустит временное правительство своею волею, а находящиеся в Петрограде члены офицерских организаций устроят вооруженный мятеж в самом городе. То есть Керенский и Корнилов берут курс на установление военной диктатуры через военный мятеж. В исторической литературе советского периода это будет называться Корниловщиной или Корниловским мятежом. В современной предпочитают использовать более такое мягкое название, не мятеж, а Корниловское выступление. В результате этого Корниловского выступления должна была установиться диктатура, где во главе правительства будет Керенский, во главе армии Корнилов и вот такой вот Дуум Вират, может быть с привлечением еще кого-нибудь, составит высшую власть в стране. Однако Керенский был совершенно не популярен в армии. В армии Керенского воспринимали как штатского, штафирку, от которого все зло. Вообще вот эти штатские говоруны, юристы, депутаты, они довели страну до краха, как считали многие офицеры, поэтому большой любви к Керенскому в военных частях не было. И Керенский видимо это понимал, что офицерство и генералитет, которые стоят за спиной Корнилова, вряд ли оставят власть Керенскому после того, как вот этот Корниловский переворот произойдет. В конце концов, зачем им оставлять во главе страны какого-то там Керенского. Более того, в штабе Корнилова строятся более амбициозные планы. Планы, которые, если верить мемуаристам того времени, заключаются в том, чтобы установить не диктатуру на паях с Керенским, а единоличную диктатуру, подчинить всю власть в стране военному диктатору. Поводом для этого должно стать якобы начавшееся в Петрограде большевистское выступление. Партия большевиков вообще-то разгромлена. Ее лидеры, такие как Сталин или Троцкий, арестованы. Другие лидеры бежали из Петрограда, но большевистская угроза продолжает рейд на лозунгах, на знаменах наших правых и используется как предлог для вооруженного переворота. Предполагается, что под видом большевистского выступления в Петрограде произойдет выступление про корниловски настроенных офицерских организаций и военных частей, в первую очередь казачьих. Организовывать это мероприятие должен был казачий атаман Дутов. И вот под флагом того, что вот это выступление большевиков надо обязательно задавить военную силу, Корнилов и стоящие за ним люди предполагают установить единоличную диктатуру. По крайней мере именно так излагают ситуацию Керенскому. Между Корниловым и Керенским идут переговоры через третьих лиц. Этими третьими лицами являются то Савенков, то Филоненко, то еще один любопытный персонаж, депутат Львов, однофамилец первого председателя Временного правительства, заодно и оберпрокурор Священного Синода в первом составе Временного правительства. Этот депутат Львов, большой путаник, передает Керенскому якобы слова Корнилова. С другой стороны, Керенский слышит от своих агентов, у него были свои люди в Корниловском штабе, что настроение офицерства крайне к нему, к Керенскому негативное. Керенский задумывается, а стоит ли? Так или иначе, 25 августа 1917 года по договоренности между Корниловым и Керенским начинается Корниловский мятеж. Корнилов отправляет на Петроград войска 3-го конного корпуса под командованием генерала Крымова. Генерал Крымов известен как крайне правый и сторонник самых жестких мер. Крымов напрямую обещает перевешать всю эту революционную шваль в Петрограде на фонарях. Не скрывает того, что во главе войск Петроград идет наводить в жесточайший порядок. Он идет вешать. Вместе с 3-м кавалерийским корпусом выдвигается к Петрограду и так называемая дикая дивизия, кавалерийская дивизия, состоящая из горцев Кавказа, которая вызывает в Петрограде, в интеллигентной публике, настоящий такой ужас. В этот же момент из правительства Керенского по договоренности с Корниловым уходят министры-кадеты, 4 министра-кадета и правительство по сути дела распадается. Возникает очередной вакуум власти, который Керенский пытается преодолеть. Он вступает в прямые телеграфные переговоры с Корниловым, уверяется в том, что Корнилов не собирается делиться властью с ним, с Керенским, и объявляет Корнилова мятежником. 27 августа 1917 года своим приказом, как министр, председатель временного правительства, глава страны, Керенский снимает Корнилова с должности верховного главнокомандующего. Корнилов не подчиняется, обращается с воззванием ко всем жителям России. Керенский объявляет Корнилова мятежником. Но мало объявить Корниловым мятежником. За Корниловым стоит офицерство, генералитет, надежные военные части, которые уже движутся к Петрограду и вот-вот снесут и Керенского, и всю русскую революцию. Кому Керенский может обратиться в такой ситуации? Только к большевикам, только к советам. И Керенский обращается к советам, очень быстро забывает про то, что большевики германские шпионы, все обвинения с партии большевиков снимаются. Лидеров партии большевиков выпускают из тюрем. Большевикам разрешается вести пропаганду и агитацию в Петрограде. В основном в рабочих районах создаются отряды Красной Гвардии, вооруженные отряды рабочих. Керенский отдает приказ раздать им оружие. Но эти отряды Красной Гвардии в первую очередь настроены про большевистки. В Петроград из Кронштадта прибывают революционно настроенные матросы, готовые защищать революцию. Но эти матросы тоже настроены про большевистки. Большевики начинают действовать к частям, которые движутся на Петроград, отправляются агитаторы. Железнодорожные рабочие всячески задерживают движение поездов. Когда поезда останавливаются из-за того, что разобраны пути, не хватает паровозов или еще по какой-то причине, к этим остановившимся поездам, к солдатам, которые там находятся, в большом количестве бросаются советские агитаторы, которые начинают убеждать солдат, что генералы и офицеры их обманули. Что их ведут в Петроград, в столицу, не устанавливать порядок. Что их ведут туда убивать таких же рабочих и крестьян, как они сами. Восстанавливать царскую власть. И эта агитация работает. Эта агитация работает. Отряды Корнилова распропагандированы, разагитированы. Генерал Крымов выезжает в Петроград лично, чтобы поговорить с Керенским, узнать, что вообще происходит. Ну как же, договорились же действовать совместно. И вдруг Керенский делает такой поворот. После разговора с Керенским один на один, тет-а-тет, генерал Крымов застрелился. С чем они там говорили, неизвестно, но генерал Крымов застрелился. И Корниловское выступление как-то само собой выдохлось. Керенский сумел убедить стать верховным главнокомандующим при нем, как при главном министре, генерала Алексеева. И генерал Алексеев отдает приказ об аресте генерала Корнилова и тех генералов Деникина, Лукомского, Климбовского, которые поддержали выступление Корнилова. После того, как Корниловский мятеж сам по себе закончился практически ничем, вспыхивает новая волна ярости против офицерства. Генерал Алексеев всерьез опасается, что Корнилов и его генералы могут стать жертвами солдатских самосудов. Тем более, что некоторые офицеры становятся жертвами таких вот солдатских самосудов. Уже в большом количестве офицеры гибнут от разъяренной солдатской массы. И тогда Алексеев, чтобы спасти жизнь Корнилову, 1 сентября 1917 года арестовывает Корнилова и его ближайших соратников и помещает их под охрану в тюрьму в городе Быхов. Ну вот это заключение в Быхове на самом деле было такой попыткой Корнилова спасти. Правда, Корнилов воспринял это крайне негативно. Впоследствии из Быховской тюрьмы они будут отпущены. И потом многие из вот этих вот деятелей, которых мы видим вокруг Корнилова, будут активными участниками белого движения. А пока что Корниловское выступление закончилось. Первая попытка установления военной диктатуры провалилась. Керенский остается один на один с большевиками. Подступает осень 1917 года. Осень, которая очень сильно поменяет все в нашей российской истории. Об этом мы с вами поговорим на следующей лекции. А пока несколько слов надо, наверное, сказать о последнем российском императоре. О том, как сложилась его судьба после крушения монархии. В конце концов мы с вами сейчас заканчиваем вот этот монархический период истории нашей России. И переходим к социалистическому периоду. Следующая лекция уже будет посвящена Октябрьской революции, установлению советской власти. Самое время распрощаться с последним российским императором и как-то подвести итоги его деятельности. После того, как в ночь с 2 на 3 марта 1917 года император Николай II отрекся от престола, он, сложив свои полномочия, превратился просто в гражданина Романова. Что любопытно, ему пришлось из Пскова, где он подписал свое отречение, вернуться в штаб армии, в Могилев, в Ставку Верховного Командования. И только 9 марта он смог добраться до Царского села, где в этот момент находятся его жена и его дети. В этот же день, 9 марта, Керенский и Корнилов арестовывают по распоряжению Петроградского совета, бывшего императора гражданина Романова и его семью, беря их под охрану. Сегодня те, кто пытаются сделать из генерала Корнилова такую икону белого движения, говорят, что это было сделано для того, чтобы не допустить само суда над бывшим императором и его семьей. Так это или не так сказать сложно, в голову генерала Корнилова мы не залезем, а сам он по этому поводу никак не высказывался. Далее, в марте-апреле 1917 года, временное правительство, его первый состав, долго думают, что же делать, что же делать с этим бывшим императором, который, конечно, представляет угрозу. Не сам по себе, а как некий символ, как некое знамя, которое может быть использовано контрреволюционными монархическими силами. Его пытаются сплавить вместе с семьей в Великобританию, но английский король, кстати, родственник императора Николая II, отказывает ему вправе перебраться в Англию. И тогда, чтобы убрать императора подальше от столицы, его отправляют в Тобольск. Решением временного правительства, решением Керенского, 1 августа 1917 года, император, бывший император Николай II и его семья, вместе с небольшим количеством слуг и приближенных, отправляется в Тобольск. Вот там с августа 1917 по апрель 1918 года проводит свои дни император. В Тобольске до сих пор вот тот дом, где жил император, сохранился. И сегодня он превращен в такой музей, посвященный жизни в Тобольске бывшего правителя России. Потом, уже после Октябрьской революции, когда к власти пришли большевики, императорскую семью было принято решение перевезти в Москву, для того, чтобы император, бывший император, предстал перед народным судом, его собирались судить. Однако до Москвы не довезли. Сначала в апреле 1918 года из Тобольска Николая Александровича Романова с семьей перевозят в Екатеринбург, селят здесь в знаменитый дом инженера Ипатьева. А затем, когда в стране уже разворачивается летом 1918 года гражданская война, опасаясь, что Николай и его семья могут попасть в руки белых, в ночь с 16 на 17 июля 1917 года в подвале Ипатьевского дома бывший российский император Николай II и его семья, а также все их приближенные были расстреляны по решению Уральского совета, в котором в это время главную роль играли представители партии большевиков. Сегодня очень часто говорят о том, что решение о расстреле царской семьи было принято на самом верху большевистской партии советского государства, что этот приказ о расстреле отдавал лично Ленин или лично Свердлов, лидеры большевиков. Однако никаких документальных доказательств этому нет. И сегодня историки сходятся во мнении, что это было самовольное решение Уральского совета, который располагался в Екатеринбурге. В конце концов, условия гражданской войны далеко не всю территорию страны можно было эффективно контролировать и столицы, и приказы из Москвы или Петрограда для многих на местах откровенно были не указаны. Так или иначе, судьба Николая и его семьи закончилась трагично. И, наверное, вот здесь стоит лишний раз вспомнить слова, написанные задолго до всех этих событий поэтом Константином Бальмонтом. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, став на шахот. Вот эти вот слова оказались пророческими. Император Николай II, последний император Российской империи, оказался слабым политиком, который не сумел удержать Россию от распада. Уже потом, в советское время, наша русская православная церковь за рубежом провозгласит императора Николая святым мучеником и его семью. После того, как Советский Союз развалится, императора Николая II объявят святым великомучеником вместе со всей семьёю и представители официальной русской православной церкви Московского патриархата. Сегодня то место, где император и его семья были убиты, украшает большой храм в Екатеринбурге, так называемый храм на крови. А дом инженера Ипатьева был снесён в начале 80-х годов по распоряжению тогдашнего руководителя областного комитета коммунистической партии Советского Союза Бориса Николаевича Ельцина. Монархическая эпоха в России закончилась. Наступает эпоха новая, эпоха советская. И об этой эпохе, о том, как началась Великая Октябрьская социалистическая революция, мы поговорим на следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.